Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Так, сейчас я буду пить перекись. Очень просто я пью, и это, то, что подходит мне, дорогие мои, это не значит, что кому-то другому это подойдет. Возможно, это и не подойдет вам. Но и для чего я это сделаю? Прежде чем, допустим, я беру вот такой стаканчик, беру трехпроцентную, трехпроцентную, не знаю, перекись водорода. И так мне удобней, сейчас я возьму водичку, наливаю водичку себе вот так, и мне хватит. И буквально три пшика, вот это если из такой вы берете, три пшика, все, даже можно четыре. Все, и сразу нужно вот так вот перейти. Во-первых, там очень быстро это все нужно делать, потому что перекись водорода, она очень быстро выветривается, испаряется. И точно, поэтому это не как соду я пью недолго, а очень быстро. И в бутылочку, если несколько капель, 10 на пол-литровую, 10-15 капель капаю, в течение дня пью в бутылочке, то бутылочка должна быть плотно закрыта. И так все, я выпиваю. Вот, никакого вкуса особо вы не почувствуете, потому что три пшика – это ерунда. Делаю это я вот по системе Ивана Павловича Неумывакина. Вот этот профессор на ваших сейчас глазах. Кто не знает, у него есть очень хорошая книга «Перекись», и вы там все можете узнать. Итак, что же, почему я пью? Во-первых, все знают, что давление, инсульт, инфаркт – это следствие загрязненных холестерином сосудов. Да, сосудов. Мало кто знает, догадывается, что это лишь верхушка айсберга. Вот грязные сосуды – виновники 9 из 10 хронических заболеваний, которые считаются якобы неизлечимыми. Болит голова, скачет давление, ноет, болят, хрустят суставы, не поворачивается шея, не сгибается спина. К вечеру отекают ноги, по утрам лицо, в ушах стоит такой колокольный звон, немеют пальцы, холодеют конечности. Что там еще может быть? Падает зрение, ухудшается память, ни на что не хватает сил. И многие скажут в старости, но это не так, потому что я пронаблюдала очень много людей в пожилом возрасте, скажем так, возраст 70+, которые активны, очень активны, благодаря питанию и то, что они принимают. На примере своей Екатерины Яковлевны. Я обратила внимание на замечательнейшую травку, зверобой. И также она по Ивану Павловичу Неумывакину пьет и соду, перекисью. И она очень активна в свои почти 80 лет. Слушала как-то радиолекцию одного заслуженного врача Украины, это Архипов Михаил Павлович. И он, вот как нельзя лучше, он профессор университета имени Богомольца. И, по-моему, он заведующий кафедрой сосудистой хирургии Киевского медицинского университета. Раньше, помните, как свободные слушатели ходили на лекции и слушали? Были такие свободные слушатели, которые хотели получить знания. Вот точно так же и я, как свободный слушатель, но не свободный, получила информацию благодаря радио, села и позаписывала. Так вот, он только подтвердил теорию, не теорию, а уже доказанные факты Ивана Павловича Неумывакина про перекись. И он сказал про сосуды, что они создают 90% здоровья нашего тела. И от их, именно от их чистоты зависит наше самочувствие. Я очень часто рассказываю про то, как просто почистить сосуды, питаясь правильно или выпивая какие-то специфические такие напитки для себя. Для себя. Каждому делать свои выводы. У каждого есть свой семейный доктор, вы можете с ним проконсультироваться, все взвесить, все ваши плюсы, минусы, в соответствии, там, у кого-то, может быть, язва, у кого-то диабет, у кого-то еще что-то. И подобрать то, что нужно вам. Если вы зададите вопрос, какой самый большой орган в человеке, да, вот какой самый большой. Одни скажут мозг, другие скажут печень, третьи еще что-то. А на самом деле, самый большой орган это наша сосудистая система. Представляете? Два с половиной раза можно опоясать планету сосудами одного человека. Ничего себе! И вот еще Иван Павлович Невымывакин говорил, что сосуды это не просто трубочки, по которым течет кровь. Это сложный, единый орган. И сбой в нем сразу же вылазит в болячку. Поэтому я добавляю несколько капелек. Это хорошо прочищает. Смотрите, плохие сосуды на ногах. Что это? Это варикоз, это постоянные отеки, вечная тяжесть, мерзлявость, или наоборот, нестерпимое жжение в ступнях, трещины в пятках, плохое кровообращение, нет защиты от бактерий, отсюда грибок, грубеют, врастают ногти. Вот это плохие сосуды. Поэтому наряду с тем, что я несколько капелек добавляю в свою водичку, я обязательно парю ноги с содой, как Иван Павлович Невымывакин говорил. Часто парить ноги с содой. Очень часто парю. Бывает сода-соль. А самое лучшее, конечно, парить ноги в морской воде. Замечательно, когда море теплое, ты становишься и стоишь в воде, если у тебя проблемы с ногами, и вот волна бьет и откатывается назад. Опять по ногам бьет и откатывается назад. Опять по ногам бьет и откатывается назад. Дальше ты ходишь по мелким ракушкам. Это для ступней отлично. Опять встаешь, опять бьет. Это я еще рассказывала год и два года назад. Это маринотерапия. Она настолько полезна. Морская терапия для ног. Именно для сосудов. У кого вот эти всякие звездочки, всякие проблемы внизу, там, где щиколотка, там, где лодыжка, вот в тех местах. Это настолько полезно. Есть такие сосуды, которые питают печень. Забились сосуды, питающие печень. Гепатоз. Вот есть такое название, которое я выписала себе. Гепатоз. Горечь во рту. Съел чуть-чуть жирного, получи горькую отрыжку. Это гепатоз. Поэтому отсюда у меня очень часто идут видео по чистке печени. Как очень просто очищать свою печень. Посмотрите, зайдите ко мне на канал. Чистка крови, печени. У меня много. Я очень часто даю простейшие советы на простейших продуктах питания. На таких, как тыква. Изумительный сок тыквенный. Морковь. Изумительный сок морковный. Для печенки просто сказка. Тыквенно-морковный особенно. Обратите на него внимание. Теперь давайте посмотрим на сосуды в суставах. Ослабли? Замусорились сосуды в суставах? Усыхают хрящи. Хрустят, болят суставы. Одолевают остеохондроз. Вылезают грыжи. Что делать? Во-первых, надо хрящевую ткань укреплять. Для этого нужно обязательно периодически, часто нельзя делать себе коллагеновые бульоны. Один из вариантов, когда нет коллагена. Но коллагеновые бульоны, вы знаете, как делать, да? Где мы коллаген берем? Из лапок курочки. Лапки. Именно вот эти вот лапки. Не ножки, не голяшки. А именно вот лапки. Самые последние вот с пальчиками, так сказать. Вот они дают нам. И то первый бульон сливаем, второй оставляем. И вот второй выпиваем. Опять, не так часто, но это надо делать. Это натуральный коллаген. Но на фоне этого нужно обязательно чистить, продолжать сосуды. Следующее. Сосуды, которые в прямой кишке, если они потеряли тонус, все, распускаются лиловыми шишками геморрой. Для этого нужно делать зарядку и на фоне этого пить, пить, пить обязательно чистую воду и поддерживать свой кислотно-щелочной баланс. Я это делаю при помощи содовых таблеточек или просто соды. А также вот эта моя водичка, которую я себе пол-литра наливаю. И в пол-литровую водичку несколько капель от 5 до 10, аж до 15 бывает. 5, 7, 10, 15 капель перекиси водорода. Ну, это я себе так делаю. Это не значит, что я говорю, делайте так. Нет, но я знаю, что если мои детки слушают, а они слушают, я им это напоминаю. А что Иван Павлович Неумывакин говорил про глаза, глазные сосуды. Вот падает зрение, рябит в глазах, прилетают мушки, развивается катаракта. Покраснение глаз, это часто мы списываем на усталость. На самом деле микрокровоизлияние, разрывы мельчайших глазных капилляров. Слабенькие, значит, капилляры. Слабенькие. Подкреплять, обязательно промывать глазки и ромашкой, укреплять, удобрять и зверобоем. Очень хороший состав зверобой, ромашка для глазиков. И промывать глазки вот таким отваром, отваром чая ромашки с зверобоем. Слабенький чаек делать и промывать. Накладывать примочки, таким образом мы укрепляем наши сосуды. И делать зарядку, так, глазную зарядку. В интернете есть разные. Вот таким образом укрепляем глазные сосуды. Теперь переходим на мозг. Если затрудняется мозговое кровообращение. Всё. Получите головокружение, шум в ушах, забывчивость. Бывало у вас такое? Идёте на кухню. И как только пришли, уже забыли зачем. Это мозговое кровообращение затрудняется. Там с сосудиками уже что-то не то. Или хорошо знакомое слово встретится на языке, а вспомнить его не можете. Вот это всё признаки ухудшения состояния сосудов мозга. Что делать? Кислород. Нам нужны прогулки, пробежки. Конечно, замечательно, если по берегу моря. Поэтому не отказывайте себе ни в отдыхе, ни в чём. Либо в парке. Но там машины, выхлопы. Всё равно. В общем, на удалённом где-то состоянии. Старайтесь ещё выходить почаще в лес, в лесную зону. И там делать пробежки. Ни в коем случае не кушать жирное. Жирное – это как раз забитые сосуды. Жирное мясо, забитые сосуды. Сосуды – это наша система питания. Чтобы вы знали тоже. И по сосудам движется сама жизнь. Перекрой важный участок трассы. Всё, жизнь остановится. Следите за сосудами. Следующее, о чём Иван Павлович Ниумывакин всегда говорил. Лишний вес на минуточку тесно связан с сосудами. Забитые холестерином сосуды сажают органы на голодный паёк. Сосуды не могут доставить к ним нужное количество питательных веществ. Поэтому мозг посылает сигналы. Надо есть, надо есть, надо есть. И человек начинает есть. Чуть-чуть понервничал мозг. Надо есть. И человек садится и есть. А органы все, они всё равно недополучают питание из-за грязных сосудов. Мозг опять даёт команду – надо есть. И вот так вот по кругу. Вот что такое забитые холестерином сосуды. Вот почему нужно их обязательно чистить. Мозг умница. Господь Бог нас так создал умно, что вот недопитание крови, органов идёт, обязательно идёт сигнал покушать. Вот отсюда постоянное желание что-нибудь пожевать. Тяга к сладкому, жирному. Организм требует калорий. А на самом деле вот неправильное питание. Могли же запечь себе тыкву, покушать тыкву запечённую, добавить туда кунжут, добавить туда лён, добавить туда много чего, грецкие орехи. Таким образом полить лимонным соком и съесть это. Можете сделать это в сладком виде, тогда добавьте немножко мёда в конце, после того, как приготовилось и остыло. Всё. Съели вот это прелесть. Ну так вы же чистите сосуды, вы чистите печень. Не только, ещё и сосуды печени. И запили морковно-тыквенным соком. Вот это питание. А потом, через час уже пьёте водичку, или через 40 минут. Не забывайте за воду, пейте как можно больше чистой воды. И если вы туда капните перекись водорода, ну не вы, а я, я себе это говорю, 5-6-10 капель на пол-литра, и выпивая вот такую водичку, я ещё обогащаю себя кислородом. Это очень хорошо чистит сосуды. Когда люди говорят, у вас гипертония, потому что лишний вес. Вы знаете, мне кажется, здесь путают причину и следствие. Не гипертония, потому что лишний вес, а лишний вес, потому что гипертония. И надо всегда помнить, что принесёт вам плохой холестерин. Какие продукты питания вам приносят плохой холестерин. А плохой холестерин – это зло. Прежде всего, конечно, это свинина. Жареная – это прежде всего жареные котлеты, любые. Жареные отбивные, жареная картошка, любое. Всё жареное – это испорченная пища, это холестерин, это зло. Маргарин, трансжир – это холестерин, это зло. Печенье, выпеченное на маргарине – это зло. Именно вот он, холестерин забивает наши сосуды, сужает просвет и нарушает кровообращение. Но виновник не только он один. Грязь ещё виновник. Вот он, сосуд, да, сосуд. Вверху, вот эта верхняя стрелочка – это тромб. Слева стрелочка – это кальциевые кристаллы. И справа – это холестерин. Вот эти три вещи. Посмотрите, что делают с нашим сосудом. Теперь, внимание, то, что я переводила из американских исследований. Общая масса загрязнений, которые накапливаются в сосудах, к 50 годам – 6-6,5 килограмм. Вы себе можете представить? В сосудах столько грязи, что на всё тело 6-6,5 килограмм. Вот такое. Это общая масса загрязнений. Это холестерин, вот эти вот все отложения, кристаллы и так далее, и так далее. Ну, конечно, холестериновые бляшки, как их называют, атеросклеротические бляшки. Они 65-70% загрязнения сосудов. И вот, получается, к 50 годам в сосудах человека накапливается до 5 килограмм холестериновых бляшек. Можете себе представить? 5 килограмм холестериновых бляшек. Поэтому, когда вы мне пишите такой вопрос, почему вы всё время пишите чистка печени, чистка того, чистка сосудов, чистка крови, я напоминаю и показываю, как я сейчас буду чиститься. Как это просто и мягко, просто продуктами питания. Всё. Ни химией, ни самолечением, ни в коем случае. А я питаюсь и чищу, питаюсь и чищу. Я не хочу, чтобы холестериновые отложения сужали сосуды. Сколько тромбов может накопиться к 50 годам? Меньше. Но 800 грамм. Около килограмма. От 800 грамм до килограмма тромбов, представьте. Но их опасность, знаете, в чём? Они нестабильны. В любой момент тромб – это сгусток крови. Он может оторваться и отправиться по путешествию по вашим сосудам на поиски жертв. Если тромб достаточно крупный, то он наглухо запечатывает сосуд жертву. И случается ишемия, полное прекращение кровоснабжения органа, питающегося по этому сосуду. Поэтому, конечно, консультация доктора, посмотреть свою сосудистую, посмотреть, где самый наикрупнейший тромб, как избавиться от него, потому что там только хирургическое уже, только хирургическое, особенно от которых их прям видно. Они где-то скапливаются и на ногах, или в каких-то других местах, и они начинают выделяться. Их видно сразу невооружённым глазом. А то такими словами бросаются врачи, а мы не знаем. Например, говорит, ишемический инсульт. Кто знает, что такое ишемический инсульт? Что это такое? Я стала копаться. Закупорка сосуда мозга. Опять сосуд. Дальше. Инфаркт. Что такое инфаркт? Опять стала копаться. Закупорка сердечной артерии. Дальше. Есть такое. Опять-таки мы поняли, что такое ишемия. Теперь ишемия печени. Теперь мы знаем. Коллапс лёгкого. Отказ почек. Геморрой. Это не что иное, как ишемия сосудов прямой кишки. Геморрой. Да? Вообще закупорка даже маленьких сосудов ног со временем приводит к некрозу, к гангрене. Знаете это. Теперь я показала вам рисунок, и там было одно отложение. Кальциевая изовесть. Вы скажете, вы скажете, а это от чего? Это может быть, вот в продуктах питания, наверное, творога много поела, наверное, кефирчика много выпила. Нет. Кальциевая изовесть в сосудах – это остатки химических медикаментов и пищевых добавок, искусственных, синтетических, которые вы принимаете. Вот подумайте. Их накапливается к 50 годам, грамм 300-400. Больше всего извести накапливается в сосудах, внимание, головного мозга. Вот что я узнала. Вот, посмотрите на рисунок, да? Еще раз. Вот это тромб, вот это холестерин, а вот это, вот эти отложения, кальциевые кристаллы. Особенность в том, что они острые. Посмотрите. Кристаллы поэтому. Вот чему учит книги Иван Павловича Неумывакина, когда ты имеешь полную библиотеку и начинаешь копаться в том, что он пытался донести и во всех его лекциях. Причем он очень просто все доносил. И, смотрите, внимание, вот эти кальциевые извести из-за того, что острая кристаллическая структура при резком сужении спазм сосуда, знаете, резкое сужение – это спазм сосуда, вызванным стрессом, физические нагрузки, даже погодой. И вот этот острый кристалл извести, он может проткнуть сосуд и привести к его разрыву. Вот в чем их опасность. А разрыв сосуда головного мозга – это геморрагический инсульт. Вот что нам доносил Иван Павлович Неумывакин, говоря про опасность химических вот этих веществ. Вот почему профессор, доктор медицинских наук стал заниматься еще и нетрадиционной медициной. Вот так вот. Всегда он говорил, что гипертония – это царица плохих сосудов. Все, скачки давления, значит, залеплено холестериновыми бляшками, сгустками крови, да, там, тромбы всякие, там, кальциевые известики и так далее. Поэтому малейший стресс, изменение погоды, магнитная буря моментально отражаются на самочувствии. Подскакивает давление голову, начинает долбить молотком, да, выкручивать суставы. Свежий воздух нужен, кислород, выделять себе время в году обязательно на отдых, на выезд в лесную зону, в зону моря, потому что море, там бесконечность, там кислород, 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 кислород. Но смотря еще какое море, если вы едете на море в город, то, извините меня, а если вы едете именно куда-то далеко, вот, например, у нас рядом, не потому что там у нас, а потому что я выбрала это место, потому что оно уникально, уникально. С одной стороны Аскания Новая, с другой стороны Биосферный заповедник, с третьей стороны Озера, Озера, Гейзер и Сосновый лес. Вот это море, вот это море, железный порт, вот это море. И, конечно же, чтобы PH было нормальное, ну, для этого все Иван Павлович рассказал в своей книге мифы, сода, мифы и реальность, в своей книге перекись водорода. Это не значит, что я сейчас рекламирую книги, потому что люди такие скептики, кто особенно первый раз зашел на канал, думает, ой, она, нет, я не торгую ничем, вообще ничем не торгую. Внимание, я благословляю на то, чтобы мои дети, мои родные и близкие, все, кто меня слышит, просто люди стали здоровее, чтобы они поняли элементарные вещи, чтобы не было до такой степени уже просто смешно, когда ты заходишь, смотришь, тебе нужно в аптеку, допустим, купить зубную пасту хорошую. Ты стоишь и смотришь, какая очередь, и как они бесконечно, эти таблетки, 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 таблетки. Люди, вы что? Я не знаю, полвека у меня позади, я не сижу и не сидела и не буду сидеть на таблетках. Господь Бог столько всего дает, но Он говорит, не пренебрегай мудростью. Вот это пропитана Библия, не пренебрегай мудростью, это четко себе зарубило на носу, и я стала проникаться мудростью. Все. Четверка заболеваний, вызванная плохими сосудами. Первое, запомните, гипертония. Второе, варикоз. Третье, геморрой. Четвертое, остеохондроз. И семь намекающих симптомов. Это первое, отеки. Второе, шум в ушах. Третье, головокружение. Четвертое, бессонница. Пятое, упадок сил. Шестое, зрительные аномалии. Это мушки перед глазами, ряб, дымка, там, я не знаю, туман, вот такое. И седьмое, это боли в суставах. На погоду ломит, крутит суставы, просыпаетесь утром, не чувствуете себя бодрым, а то болит, закостенело, полупарализованный инвалид, и так далее. Вот если есть такие признаки, если их несколько, сосуды отчаянно бьют в набат, требуя уборки и питания. Поэтому вернитесь, зайдите ко мне на канал, и посмотрите, чистка печени, крови, вот это все про сосуды тоже. И пошло движение в аптеку за обезболивающими, искусственно понизить давление, присаживают на эти препараты все, кто-то вообще придумывает, гормоны начинают пихать людей, говорят, да, это у вас там в связи с вашим, там, с вашей, скажем так, возрастом, у вас возраст переходный. Ну, это я так мягко выражаюсь, переходный возраст. Я в свой переходный возраст не пила никакие таблетки, никакие, повторяю, еще раз повторяю, никакие. Только травы, много воды, в воду добавляю капли кислорода, только, ну, кислород, это я называю перекись водорода, только воду, вот, меньше есть, больше фруктов, овощей, коктейли, зеленые коктейли, все это у меня есть. И имбиротерапия мощная вещь. А захожу в аптеку, люди просто пачками выкидывают свои деньги в аптечную топку. Причина у всех заболевания одна, сосудистая непроходимость. И именно тут генеральную уборку нужно делать. Вместо того, чтобы весной не спать, а идти собирать растения, те, которые я собираю вместе со мной, я же все время показываю свои сушки, трав, все-все, у меня это все есть. Зайдите ко мне на канал и посмотрите фитокнига. Там есть лекарственные травы, фитотерапия. Есть у меня такие плейлисточки. Энциклопедия лекарственных трав. Посмотрите, как я хожу, собираю, какие делаю сборы. Все там есть. И про каждую травку отдельно. И вот это, когда растительные делаете экстракты или растительные сборы, растительные чаи, они пробуждают живые молекулы в организме. Это аккуратные уборщики выметают из сосудов холестериновую слизь, прилипшую к стенкам сгустки крови, тромбы, кальцевый налет, растворяют вот этот кальций. Многие травы, именно травы, остатки медикаментов, вот все, что мешает свободному течению крови. Перестаете есть жареное, перестаете уничтожать живую пищу, перестаете жарить картошку и есть эту траву. Пьете много воды, начинается, морсы делаете, квасы, которые пробиотические, пробиотики употребляете, не пренебрегаете ли вы козьим кефиром, который сами делаем из козьего молока. И сыры лучше всего домашние делать самим. Все, чувства обостряются, вы слышите приятные звуки, до которых раньше не было дела. Улучшается слух, улучшается настроение. Пошло! Запахи, они же играют новыми красками. Уходит заложенность носа, хронический насморк, вот эти аллергии, бронхи расправляются, дыхание ровное, дыхание ровное, свободное, но благодаря, опять-таки, свежему воздуху, насыщенному именно кислородом. И очень хорошо, когда это сода, соли, йодовая смесь заходит в нос. Это, конечно, море. Вот почему всегда, всегда врачи рекомендовали морское побережье. И ножки, ножки, если вы находитесь на море, ножки ставим под волны, и пусть они вас бьют, бьют волны именно вот в те времена. Суставы хором споют спасибо. Хруст исчезнет. Все. Плавность движений придет. И не забывайте, конечно, танцевать. Вот эти плавные движения. Ставьте музычку и танцуйте. Обязательно. Вот этот мощнейший эффект перекиси водорода, это называется оксигенация. Понимаете? Вообще целебные экстракты трав и перекись водорода, насыщаясь влагой и кислородом в перекиси водорода, и начинается оксигенация, и входят на молекулярном уровне в организм, пропитывают. Так рассказывал Иван Павлович Немовакин. Эффект перекиси водорода. Вот эти капельки перекиси, которые я капаю себе в воду, в воду, это маленькие кислородные бомбы. Они взрываются, скажем так, они взрывают холестериновые плотины в сосудах, пробивают дорогу для свободного прохода крови. Но, опять-таки, как я говорю, пить надо очень быстро, если стакан, вот я пью, то быстро, потому что очень быстро выветривается, потому что перекись водорода, она очень быстро выветривается. 10 секунд, там и все. Я немножко усовершенствовала эффект этот перекиси. Значит, я беру отвары трав, делаю, наливаю в бутылочку и сейчас это делаю. Добавляю перекись водорода и пью не только чистую водичку, но и периодически вот такие отварчики с несколькими каплями перекиси водорода. Зачем? Ну, это я для себя лично так решила, что эффект перекиси, он обеспечивает моментальное усвоение живых молекул с растительными травами. Понимаете, вот эти растительные травы, обогащенные кислородом, вот эти все экстракты, все, они легко всасываются стенками пищевода и поэтому, во-первых, не вызывают и жогу, не вызывают никакую горечь, никакую отрыжку, не раздражают кишечек и прекрасно оберегает желудок и то, что называется удобряет мой организм. Это тысячелистник, это зверобой, обязательно я туда добавляю, ромашку, календолу, немножко мяты, но какой мяты? Я мятку все-таки мохито предпочитаю добавлять, это и вкусный такой привкус и замечательно просто. Ну, а зверобой, как зубила, отбивает частички холестерина, вообще молекулы зверобоя, которые прилипают к стенкам сосудов, освобождается проход для свободного тока крови и органы начинают пить, оживают хрящи, насыщаются влагой, кислородом и поэтому нужен также чистый воздух. Мне город не подходит, я выбрала село, мне город не подходит никак. И не пренебрегайте сельской местности, возвращайте, возрождайте села, даже при помощи работы вы продлеваете себе жизнь своим родным, близким в селе, в сельской местности. Почему замыкаетесь на городах? Вот этого я понять не могу. Вы же посмотрите, например, на Соединенные Штаты Америки, вот это одноэтажная Америка, например, возьмите штат Флорида, там в основном сельская местность, никто там не сосредотачивается, допустим, в Орландо, нет, все там везде, всюду, по всему побережью, такие домики хорошие, это все сельская местность. Какая прелесть, какая красота, как они молодцы, ближе к океану, вот этот воздух, это супер, кто-то ближе к лесу, кто-то к полю, кто-то просто там, я не знаю, каким-то джунглем. Сельская местность ничего лучше быть не может. Ну и, конечно же, сельская местность не для того, чтобы спиваться, а для того, чтобы оздоравливаться, оздоравливать себя, окружающих, нести в мир любовь, счастье и здоровье. Все. Ой, кто держит козочек, это вообще прелесть. Просто прелесть. У меня всегда вызывают эти люди восхищение. У меня, кстати, интернет-сестрички есть, которые также имеют козочек, и они мне писали, как там ваши козочки, напишите мне внизу. Поэтому я себе вот такой вот придумала сделать отвары на основе зверобоя. А туда я уже добавляю, как я вам уже сказала, тысячелистник, ромашку, календул, туда мятку, добавляю уже другие травки, которые мне подходят. И все. Несколько капель перекиси прохладной воды процеживаю травки и в чистую уже вот такую процеженную, процеженный отвар несколько капелек перекиси. Закрываем сразу бутылочку в течение дня, хожу, пью. Потом просто водичку чистую тоже с перекисью пью. Замечательно. Восстанавливает упругость. Пропадает хруст. Вот эти щелчки в шее, спине, суставах. Не будут крутить ноги на колени, пальцы. Все это, все просто элементарно в жизни. Зачем стоять в очереди, в этих аптеках, убивать себя? Потихонечку отечность уходит, рассасываются отеки. И даже проведя весь день на ногах, они не отекают. Восстанавливается кровоснабжение кожи. Исчезает вот эта сосудистая сетка, звездочки. Все просто. Это все оказалось просто. Но! Одно но. Нельзя кушать мусор. Не ешьте мусор. Не ешьте жареное. Не ешьте картофель. Не ешьте. Куда вкуснее чечевица. Куда вкуснее даже тот же самый рис. Какое замечательное пшено, овсянка. Сколько всего гречка. Сколько всего уникального, удивительного и замечательного. Спаржевая фасоль зеленая. Сама спаржа. Рукола, салаты. Сколько видов капусты. Какие немцы молодцы. Немцы любят капусту. Поэтому мозги, память работает хорошо. И, конечно же, периодически пью пустырник. Но пустырник горьковат, но все равно я им не пренебрегаю. Он рыскает по сосудам в поисках тромбов и сгустков крови. Вообще пустырник. Пустырник разжижает кровь. И листья малины. Соберите как можно больше листьев малины и смородины. Листья малины разжижают кровь. Делает ее легкой, текучей, растворяет тромбы, сгустки и даже небольшие аневризмы. Смывает отложения вот этой кальциевой извести. Кушайте малинку побольше сейчас. Клубника сейчас сезон самый. И вот это все будет выводить остатки химических медикаментов. Делайте смузи. Прямо на водичке. Малиновое смузи. Делайте малиново-клубничное смузи. И сердце словно убирает вот эти мешочек с цементом. Оно расслаблено, выдыхает. И ритм сердца становится просто медленным, размеренным, нормальным. Добавьте туда немножечко мятки. А ритмии тахикардии больше не будут беспокоить. Все просто. Все просто. Зачем стоять в очередях, мучиться, обмениваться впечатлениями о своих болезнях? Зачем это делать? Вы и себя накручиваете, вспоминаете, и депрессия наступает, и у вас, и с тем, с кем вы общаетесь. Вместо того, чтобы 4 километра проходить каждый день, 2 туда, 2 обратно, а лучше 8. Пробежку делать, а можно идти, бежать, идти, бежать, идти, бежать, а можно быстрым, медленным шагом, быстрым, медленным шагом, а можно идти, бежать, прыгать, идти, бежать, прыгать, идти, бежать, прыгать. Вот вам зарядочка. Ну, а я люблю вас. Здоровья, благословений. И вот вопрос был такой, ответ у меня всегда такой. Я как, знаете, радио в эфире поговорила, но мне нужно подробно миру внести в уши то, что здоровье превыше всего. Жизнь человеческая – это дар Бога, он превыше всего. Пока-пока. Люблю вас.